здравствуйте друзья мои и мои подписчики гости моего канала все неравнодушные к орхидеям сегодняшнее свое видео я хочу посвятить своим реанимашкам прошло практически три недели с того дня когда я последний раз вам их показывала вот хочу показать что происходит сейчас вот это самая первая реанимашка которая стала без корней и подгнивала шейка еще с конца лета с начала осени как видите можно сказать она переходит из разряда реанимационных разряд выздоровевших растений растет прекрасная корневая система на сухом стволике нижний лист остается живым вот я надеюсь что когда я ее срежу и пересажу на постоянное место уже в свой горшок вот еще надеюсь что этот пенечек вырастет мне детку вот такое вот растение которое своих реанимационных роликах я вам больше показывать не буду но полностью здорово и с ним все хорошо следующий фаленопсис который тоже выходит из состава реанимационных это вот этот фаленопсис если вы помните вот на нем испытывали грантис укоренитель украинский который абсолютно никак не действует на орхидеи так что не тратьте силы и деньги грантис на фаленопсис и абсолютно никак вот тоже пробовала и на нем пробовала опрыскивала мазала в итоге махнула рукой и поставила его на общую полку потому что корни у него хоть какие-то но были какие-то он усыхали пропадали и их не убираю потому что тяжи под этим беломеном еще живые нормальные тяжи вот он тоже начал растить свои корни что значит близится весна все-таки растение чувствует приближение весны удлинившийся световой день на подоконниках у меня по-прежнему холодно температура выше 18 градусов не поднимается но и тем не менее время свое берет вот растут у него корешочки помните вот мы с вами еще угадали вот что за пиптык вот там вот так вот я вам боком показывала так и неизвестно этот пиптык так и стоит на месте выше него вот видите выше него растет корень тоже этот больной выписан он больше к разряду реанимационных не относится смотрим в коробочке с малышами вот еще один полинопсис который тоже выходит из разряда реанимационных идет свободное плавание как говорится его пересажу уже нормальный самостоятельный горшочек чтобы вот эти молодые корешки уходили уже в грунт он растит молодые листочки тургор нижнего листа который висел постановился полностью очень хороший гладкий упругий листочек то есть это растение уже здорово вот это маленькое чудо я показывала вам он растил листочки и цветонос вот видите сейчас я его так вот немножечко приподниму вот видите на него растут листочки и одновременно вырос вот такой вот цветонос с одним очень красивым бархатистым цветочком шейка у него подсохла уже не гниет чернота это от угля корешки высохли полностью не сухие их не убираю пусть будут ворки у него он видите активизировался один корешочек что будет с ним неизвестно скорее всего что будем ждать когда он нарастит корневую массу и возможно даст молодое поколение потому что с точки роста орхидеи уже не развиваются вот это маленькое чудо тургор листьев он не терял все это время корни у него не раскукливаются но он не пропадает он как бы спит поэтому это растение буду еще наблюдать очень надеюсь на то что уже стучит в двери весна она его разбудит он активизирует свои корешочки тоже все у него будет хорошо очень на это надеюсь следующая бригада моя этот который остался с одним корнем растит молодые жирные хорошие корни так вот он выглядит сейчас кусочек молодой вот это чудо которое перенесло тепловой удар летом тоже потихоньку восстанавливается как это радостно хочу я вам сказать когда когда ваши труды не прошли даром так радостно осознавать что растения потихонечку восстанавливаются вот это вот растюшечка по-прежнему получает тампончики вот сюда на нижнюю часть листьев тургор потерян ну слава богу они не желтеют это уже радует тургор листьев конечно очень очень слабый вот поддерживаю их чисто за счет тампончиков ну уже радости у него видите растут маленькие корешули вот это растение восстанавливает свои корни будем говорить так полузакрытой системе горшок в горшке на дне вода которая еле-еле касается дна горшка здесь я ему просто опрыскиваю увеличиваю влажность и на ночь тампончики на нижнюю часть листа похоже раз корни пошли значит тоже у него все хорошо хуже обстоят дела с орхидеями которые растут вниз его восстанавливаются с открытыми корнями у которых явно гнила шея ну явно если у тех валеноксисов просто высохли или выгнили корни то здесь все обстояло намного хуже почему они оказались без грунта потому что у них чернила шея помните я вам прошлый раз показывала что вот фиолетовая такой вот ободок появился на шейке я вам показывала его цветок он бордовый из чего я сделала вывод что это просто пигментация но у него вот пошла чернота вот там я его вымазала можно сказать вымазала пыталась обработать хорошо и аккуратно но получилось что вымазала ему и листья нечаянно вот так вот получилось максимом обработала его максимом потому что еще раз говорю черной гнили очень сложно бороться гниет орхидеи все и невозможно остановить у него тоже вот эти вот полузгнившие от основания видите корни полузгнившие но виламин виламин вот в этом вот корень вот в этом вот виламине он еще живой поэтому я их не обрезаю вот так как она есть вот так она и есть и он активизировал свои кончики похоже я надеюсь очень сильно надеюсь что этот фаленопсис выживет конечно он остается под наблюдением роста листьев у него нет тургор потихонечку теряется вот этот лист пропадает постоянно находится в воде вот так вот кончиками корешков и тут нижний лист вот так вот просто немножко видите совсем чуть-чуть набрана вода чтобы не доставала до шейки дальше вот это вот растение тоже видите один лист у него уже практически весь желтый но насколько вырос но очень хорошо вырос молодой листик этот лист тоже потихоньку теряет тургор что здесь у него здесь у него тоже явных таких вот улучшений нет единственно что вот этот усохший корень который находился и находится постоянно в воде как видите вот он набух и кончик его потихоньку потихоньку начинает как мне так кажется химки так хочется ну по моему он пробуждается вот так вот он продолжает на пенопласте попой сидеть а корешком этим находиться в воде вот так полу полу лежачем состоянии попа на пенопласте а корешок в воде лучше всех дела у фронтеры которая умудрилась даже зацвести показать свой листовый цветочек я убедилась что это фронтера и срезала ей цветонос полностью вот она тургор листьев не потеряла молодой лист у нее по-прежнему растет и потихоньку тоже вот начинают просыпаться кончики еще оставшихся корней а те которые вот с полузнившим беломеном которые я сняла просто сняла вот те куски беломена которые пропали а дальше все оставила роста молодых корней вот я на ней не наблюдаю вот такая вот она девочка фронтера ту году ну думает пусть думает главное что она живет это успокаивает golden beauty который остался с одним листом продолжает наращивать молодой лист и потихонечку как мне тоже кажется он начинает пробуждать так надо вот пробуждать начинает ну или мне так хочется или мне так кажется ну вот хочется наверно что он пробуждает свои вот эти вот усохшие корни тургор листа вот этого листа он только вот чуть-чуть потерял ну совсем граммульку а так он нормально себя чувствует вот одним листом вот и наша мамочка вот посмотрите наша мамочка тургора листьев у нее практически нет вот видите вот так вот она но она растит молодой листочек она потихоньку он видите это уже сто процентов разбудила свои корешули потихонечку начинается рост этих корней это очень сильно радует молодых корней я пока не наблюдаю и ее детки остаются на ней спасибо всем вам кто откликнулся пытался помочь мне как поступить с этими детками я взвесила все за и против ну вот просто знаете как вот думаю листочек растет корешочки проснулись а вдруг сможет помочь эта мамка больная мамка поможет своему дитю тем более как видите вот его детка начинает растить свой молодой корешочек вот я теперь сюда приделаю стаканчик мхом помогу как можно быстрее этой детки нарастить хотя бы один корешочек и сниму ее с этой мамки а пока вот так вот она и будет стоять корешком в воде так сама как и golden beauty так сама как и фронтера так красиво орхидея она розовая с белым кантом очень красивая крупноцветковая орхидея посмотрим сильно хочется и помочь посмотрим как она у меня получится это растение вам не помню показывала или нет но она уже идет свободное плавание она пойдет кору у него вообще все прекрасно ничего у него больше не гниет корешки потихонечку начинают просыпаться поэтому я его пересажу привычную для него систему самое хуже как оказывается вот этой вот орхидеи которая из последних купленных вот она за три недели практически сгнила вся остался вот так вот один лист без молодых листочков без корней без ничего ночь она проводит вот так вот а на день я ее достаю из воды и просто вот так вот ставлю шейкой над водой шейка воды не касается вот такие вот обстоят дела у нашей реанимационной бригады один фаленопсис я потеряла один фаленопсис я выбросила потому что не смогла я остановить гниль листья желтели и желтели и желтели попа мокрела и мокрела как я не обрезала что я не вырезала фундазолы перекиси ничего не помогло вот когда пожелтел полностью последний лист я ее выбросила вот можно сказать за 20 дней пропала орхидея а сейчас девчонки и мальчишки хочу попросить у вас помощи кто может подсказать мне вот у меня вот такая вот котлея очень хочу что мне чтобы мне кто-то помог и подсказал вот что сейчас я найду вот что у нее с листьями вот что это за поражение на листьях вот кто знает посмотрите кто знает что это я не знаю я думала щитовка как-то не похожа вот смотрите еще один лист видите вот что это кто знает подскажите кто спец по болезням по вредителям я не такой спец как-то вот мои старушки никогда не болели а тут вот что не купишь орхидею то проблема что не купишь новую и снова какая-то проблема вот приходится учиться спрашивать у знатоков кто знает кто сталкивался кто видел прошу вас подскажите так не хочется их терять вот может быть тут ничего страшного и нет может быть это издержки но содержание предыдущего не знаю магазине купленная орхидея ну и вот такая вот она спасибо всем за внимание до ваших комментариев делитесь своими наблюдениями может быть я что-то делаю не так подсказывайте мне общаетесь до новых встреч друзья мои с вами была марина и и канал орхидушки и мы здоровья вам и пышного цветения вашим растениям